Всем привет! Хочу представить вашему вниманию маленький репортаж с выставки Киасма из Хельсинки. Недавно был, походил. Люблю этот выставочный зал. Много там интересного, часто непонятного, но тем не менее. Вот выставка Владислава Юрьевича Мамышева-Монро. Ну вот, как сказано в анонсе, эта галерея перевоплощений Мамышева-Монро включает знаковые фигуры российской истории от Екатерины Великой до Ленина. А также образы Мерлин Монро, Иисуса Христа, Драгула, Глона Лизы, Савва Бен Ладена и даже Владимира Путина. Бладая особым даром перевоплощения, художник появляется в своих работах в обликах исторических персонажей, трагической судьбы как мужчин, так и женщин. Выставка представляет основные фото и видеоработы Мамышева-Монро в 1990-х и 2000-х годах. Выставка называется «Звездная пыль из России» Владислава Мамышева-Монро. Ну вот некоторые его биографические данные. Родился в 1969 году, 12 октября. Жил в Ленинграде, учился в школе 27. Исключен из школы за то, что рисовал и распространял скетчи на членов Политбюро. Просто очень интересно. Это я читаю Википедию о нем. С 1986 года работал с художественной группой «Новой художник», созданной Тимуром Новиковым. С 1987 по 1989 года служил в качестве художника и руководителя детского клуба Советской Армии. Все это было на космодроме Байконур. Служивый известен своими преображениями знаменитостей, часто в рамках перформанс. Но также во время вернисажа своих или чужих выставок. Вот говорится здесь о том, что первой героиней при воплощении художника стал Мерлин Монро. Знаком был с Сергеем Курехиным и работал в этом образе Мерлин Монро на выступлениях поп-механики. Но это кто помнит уже, кто из Питера. В общем, тогда Курехин был известен не только в Петербурге, но и по всей стране. В 1990-х годах становится одним из постоянных авторов Excel-галереи. Время от времени пишет статьи, рецензии таких изданий, как «Кабинет», «Художественный журнал» и «Дюч». Был такой, я не знаю, может и сейчас есть. Кстати, вот был издан второй и последний выпуск «Альманаха Дантес», в котором в качестве одного из литературных материалов был опубликован приговор Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который осудил Владислава Мамошева Монро в 1999 году на год условно за хранение героина без цели сбыта. В 2000 году художник находит себе новый, любимый образ советской кинозвезды Любой Орловой. 18 января 2003 года Сахаровский центр, где проходила выставка «Осторожно, Ибигия», подвергся вандальному нападению со стороны защитников православия. Почти все экспонаты были повреждены, уничтожены, украдены. Уголовное дело против двух нападавших было прекращено. Такая была история. Там потом был суд, оправдание, потом опять. В общем, эти люди были признаны виновными в разжигании национальной религионе вражды. И вот как художник поделился своей реакцией на происходящее. «Я так боюсь всего, связанного с упоминанием религиозных тем, потому что меня чуть не осудили. Невинное мое участие в Сахаровском центре. Я очень верующий человек, верю в Бога. Так боюсь перед церковью», — он сказал. Занимался различными перформансами, даже умудрился создать свой вариант полнометражного фильма «Волга-Волга». Он с собой в роли Дуги Петровой при помощи режиссера Павла Лабазова и Андрея Сильвестрова. Ну, то есть, это разосторонний человек. Кстати, в 2010 году он подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Ну, так-то ремаркет. Во второй половине 2000-х годов художник большую часть времени проводил на острове Бали, Индонезии. С 16 марта 2013 года Владислав Мамышев-Монро утонул в готическом бассейне в поселке Семенияк на Бали. Вот так закончилась жизнь этого художника, а работы вот можете посмотреть. Достаточно занятно, интересно, почему и не посмотреть. Такие дела. Все пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok